Через считанные дни в Сочи откроются 22-е зимние Олимпийские игры. К сожалению, ивановские спортсмены на них не выступают. Однако у нас есть свой особый праздник. Полвека назад в австрийском Инсбурге конькобежка Ирина Егорова первой из ивановских спортсменок завоевала две олимпийских серебряных медали. Награды достали съесть за преодоление дистанции длиной 500 и 1000 метров. Первые лица области и города пришли поздравить спортсменку с этой значимой датой. Очень важно, что она сегодня передает свой опыт, свой настрой, свою борьбу молодому поколению. Я надеюсь, что у нас все-таки родятся легенды олимпийские. Поэтому мы сегодня еще раз хотели поблагодарить ее и пожелать, конечно, успехов. Ирина Егорова стала на коньке еще совсем маленькой девочкой. Зимой на катке она проводила все свое свободное время. В четвертом классе уже побеждала на городских соревнованиях. А в девятом с легкостью выиграла звание чемпионки России. Хотя на тот момент у Ирины не было даже собственных коньков. И она не занималась в спортивной секции. Я стартовала одна. Но показало очень хорошее время. И судьи хронометристы, они засомневались в моем результате. Потому что это был результат, показанный лучше из всех, кто в это время занимался в спортивных школах. После были и другие старты. И везде Ирина Егорова оказывалась лучшей. Даже на длинных дистанциях. Хотя конькобежной техники на тот момент у Ирины не было. Катались все время на коньках для хоккея, а не на беговых. Свои первые коньки Ирина точила напильником сама. Вскоре на первенстве республики ее ждала очередная победа. Интересный такой случай, когда мы ехали, с нами были и мальчики, наши спортсмены. Они говорят, ну ладно, если ты, Ирк, выиграешь, мы все подстригаемся наголо. Сказали и сказали. Но когда действительно я выиграла, это были самые модные, самые стильные парни в нашем городе. Боря Астафьев и Слава Белый. У них были такие коки, они были кудрявые, такие высокие-высокие. И прически, вот они вот каким-то вот таким вот кленом были, как сейчас помню. Вот. И вдруг приезжаем, подъезжаем уже в Иваново. Мальчишки-то наши все лысые. Вот с этого и началось. До сих пор Ирина Егорова выходит на лед на тех самых коньках, которые принесли ей олимпийскую победу полвека назад. На них чемпионка не раз выигрывала соревнования различного уровня. На этих коньках я выступала на двух олимпиадах, на пяти чемпионатах мира. И коньки, сделанные японскими мастерами, под наши ростовесовые показатели. Тот день, когда Ирина Егорова стояла на олимпийском пьедестале, не забудется никогда. Передать эмоции словами просто невозможно. До глубины души ее растрогали рассказы студентов Текстильного института о том, как они болели за одногруппницу. В день олимпиады, когда я бежала, ректор института освободил всех от занятий. Все... Был поставлен в актовом зале телевизор. И актовый зал был переполнен. Все ждали моего выступления. Это было... Незабываемо. В победе на Олимпийских играх Ирина Егорова привела мечта. В том, что самая дорогая для любого спортсмена награда оказалась в ее руках, конькобежка видит не только свою заслугу. Ирине Егоровой помогали все, кто был с нею рядом. И родственники, и друзья. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.